Два часа дня в Одессе в прямом эфире седьмого канала новости в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. На Балковской потоке выбивают люки, на французском бульваре подтопление, а на Большой Арнаутской вода не уходила из-за мусора. Самый проблемный участок это таможенная площадь и улица Приморская. Здесь с утра работала спецтехника, которая откачивала воду. Ну а вчера вечером из-за забитой ливневки французский бульвар в буквальном смысле ушел под воду. По проезжей части рисковали передвигаться только владельцы внедорожников, а вот легковушкам это было явно не под силу. Особенности местного водоотведения из-за забитой ливневки после каждого дождя одесские трамваи из обычных превращаются в речные. В пересечении Пушкинской и Большой Арнаутской упал огромный клён. Сильнее всего разбит Chevrolet Aveo. Меньше повреждений у припаркованной рядом Тойоты коровы. Дерево порвало электропровода. Восстанавливать сети приехали работники коммунальных служб. Повреждены два автомобиля, пусть фасад здания и оборвана линия передач. То есть нашим экипажем были вызваны все аварийные службы, то есть Борзилентрест, РЭС и направлена группа. Пешеходов не было, то есть ну если и были, то стояли дальше, поэтому не пострадавших никого нет. Затяжной ливень остановило движение общественного транспорта сразу по нескольким маршрутам. С 8.00 временно прекратили ходить трамваи и троллейбусы на 9-й станции Люздорской дороги, по улицам Космонавтов, 25-й Чапаевской дивизии, Офицерской, Черноморского казачества, а также в районе Таможенной площади. Примерно к 11 часам ситуация улучшилась и движение некоторых маршрутов всё же восстановили. Малыш, которого 31 мая нашли избитым на улице Наклонной, находится в больнице. Его состояние стабильное и он пробует разговаривать с медперсоналом. Уже есть первая информация о родителях. Возможно, его отец живёт в Донецкой области. Мы собрали все подробности, которые стали известны вчера. Смотри, смотри. Спасибо. Маленький Вова поступил в детскую областную больницу утром 31 мая. Его нашёл прохожий на улице Наклонной в Суворовском районе Одессы. Малыша, которому примерно три годика, доставили с черепно-мозговой травмой, рубленной раной головы, ссадинами на лбу и множественными гематомами. Ну и продолжает лечение, потому что он поступил в эти множественные гематомы разного срока давности. То есть это всё происходило, по-видимому, не за один день, конечно же. Вот у него был очень низкий гемоглобин, был 38 грамм на литр гемоглобин при поступлении, поэтому проводилась ему заместительная гемотрансфузия. Сейчас он получает антибактериальную терапию, потому что он немножко подкашливает, есть скрипы в лёгких. Но на снимке воспаления лёгких нету. Ну, было переохлаждение, поэтому он продолжает плюс раны, продолжает соответствующее лечение. По прогнозам врачей, Вова пробудет в больнице ещё минимум пару недель. Сейчас мальчик адаптируется после произошедшего. Медперсонал пробует разговаривать малыша, уделяя ему особое внимание. Всё любит. Книжки читать, лунтика любит, машинки, всё. Так, какая у нас книжка? А сейчас у сказки, да? Два дня правоохранителей соцслужбы искали родителей мальчика, говорят, в неблагополучных семьях такого ребёнка не было. Сообщения о пропаже малыша такого возраста – тоже. Сегодня поступила первая информация. Возможно, нашёлся отец Вовы. В райадминистрацию уронопеки и попечительства поступило электронное письмо от гражданина Украины, который проживает в Донецкой области, в котором он изложил, что это Володя – его сын. И жена с 2014 года уехала в неизвестном направлении. И на данный момент работают сотрудники полиции, проверяют эту информацию. Он оставил свои координаты. И в дальнейшем будем устанавливать родственные связи. Если родственные связи установить не удастся, то соцслужбы будут устанавливать дальнейший статус мальчика. А тем временем правоохранители параллельно ищут, кто регулярно избивал малыша. Также в полиции просят сообщать информацию, касающуюся Вовы и его родителей, либо места жительства. Александр Полуев, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Клофелин для иностранцев. Полицейские задержали преступную группу, которая нападала на граждан других государств. Злоумышленники совершали разбойные нападения на своих жертв ради их имущества и денег. В настоящее время известно, что задержанные лица причастны к совершению четырех преступлений. Ну а если вам что-либо известно об этих нападениях или среди изъятого у воров имущество есть похищенное, у вас обращайтесь в Управление уголовного розыска нацполиции в Одесской области. Номера телефонов вы видите на своих экранах. Ну и пока у нас на этом все. Следить за новостями Седьмого канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию по телефону 726-3226. Больше информации вы узнаете уже меньше, чем через два часа. Оставайтесь с нами, это Наш Город и ваш Седьмой канал.